Всем привет! Очередная моя ученица Юля. Правда, тренируется она у меня дистанционно, 3 месяца, да? Приехала отдохнуть, как и многие из вас, к нам во Флорилу, поплавать и заодно потренироваться, отработать технику. Юля нашла меня тоже через YouTube. До этого занималась, как я понял, в основном фитнесом, танцевальными направлениями, да? И как раз таки вот четвертый месяц мы тренируемся по специальным программам дистанционно. Но всегда хорошо, когда есть возможность отработать технику. Любую тренировку мы начинаем с экстензий для спины. Как вы уже знаете, их есть несколько разновидностей. Некоторые целенаправленно прокачивают бицепс бедра, ягодичную мышцу. Некоторые целенаправленно прорабатывают поясничную мышцу. Что очень важно понимать и делать каждый раз, на каждой тренировке, разный вариант экстензий для спины. Кто не знает, кому интересно ознакомиться, у меня есть отдельное видео по экстензиям. А вы сейчас видите как раз таки экстензии спины. Когда ноги закреплены, двигается корпус. Это экстензии. Гиперэкстензии наоборот, когда корпус закреплен и двигаются ноги. Очень важно начинать любую тренировку после общей разминки с экстензии спины. Многие говорят, что забиваются мышцы. Но это и есть хорошо. Мы направляем потоком крови к пояснице много питательных веществ. Мы тренируем поясничную мышцу. Не забывайте, что есть тонические мышцы, есть фазические мышцы. И одни склонны к укорачиванию, другие склонны к ослаблению. Если не тренировать и не растягивать мышцы, то это приведет к проблемам. Экстензии спины в начале тренировки идут на пользу. Любому, не важно парень, девушка, какую бы группу мышц вы не задумывали тренировать сегодня, обязательно делайте экстензии. Основное правило не подниматься корпусом выше параллели корпуса с ногами. Можно немножко не доходить до этого уровня, но ни в коем случае не переразгибаться. Это отличное упражнение, даже если у вас есть боли. Можно ли делать его через боль? Можно, но не на усилие боли. Найдите участок амплитуды, в котором вы можете делать, когда ощущаете даже боль. Но самое главное, я повторяю, чтобы боль не усиливалась. Чем быстрее вы начнете делать какую-либо гимнастику, двигаться, тем быстрее начнут уходить от вас проблемы. Удивительно, но некоторые люди, и Юля одна из них, которые даже без тренера лучше осваивают технику того или иного упражнения. Особенно таких сложных, как приседания и становые тяги. А вы увидите чуть позже, когда мы будем с Юлей следить, отрабатывать ее технику. Так как три месяца до этого она тренировалась у меня дистанционно. И представилась возможность сделать это вживую. Я был удивлен, насколько хорошо поставлена техника, несмотря на то, что мы дистанционно с ней тренировались. Естественно, начнем с приседаний. Самого лучшего упражнения всех времен и народов. Какое только может быть. Что самое главное, помнить в приседаниях. Многие боятся, из-за антрометрических характеристик своего тела, что коленки выходят за носки. Это не страшно, друзья, если вы соблюдаете остальные нюансы техники. Если садитесь в пятку, а не на носок, если держите лопатки вместе, держите все естественные изгибы и прогибы позвоночника, то выходить коленкой за носок не страшно. Опять-таки, если все другие нюансы техники сохраняются. Если же вы приседаете изначально неграмотно, не отводя таз назад, а приседаете в носок, пятка отрывается, то это на самом деле опасно и приведет обязательно к травме. Следующее, что больше всего напрягает многих девчонок, в том числе и моих учениц, несмотря на то, что я постоянно рекомендую глубоко приседать, но не до всех доходит с первого раза, не потому, что там кто-то умный, кто-то глупый, а просто действительно сложно без тренера контролировать глубину приседа. Глубина приседа минимум до параллели, но лучше, когда ваше бедро опускается ниже параллели с полом. Тогда с гарантией вы работаете ягодичными мышцами и мышцами бицепса бедра. Если, девчонки, вы чувствуете преимущественно квадрицепс, переднюю часть бедра, то это говорит только о том, что вы не доседаете. Проверьте положение ваших стоп. Достаточно ли широко вы стоите, потому что при узкой постановке ног присесть глубоко практически нереально. Мало кто на это способен. И немножечко разводите носки в стороны. Что я рекомендую делать тем, у кого нет тренера, у кого действительно нет возможности как-то привлекать кого-то за тем, чтобы отслеживать глубину вашего приседа. И вообще технику любого упражнения. Все мы с вами грамотные люди. И можем найти технику выполнения любого упражнения в интернете. И изучив ее теоретическую сторону, снимая себя на видео со стороны, вы сами лучше любого тренера будете контролировать этот процесс. И многие мои ученики, ученицы пользуются этим приемом и сами удивляются, насколько улучшается техника приседа. Отдельная тема – клевок таза. Его тоже не стоит опасаться. Главное, повторяю, сохранять спину прямой. А сесть глубоко, особенно на первых порах, и чтобы таз не клюнул, практически нереально. Это нужно иметь настолько хорошо растянутые тазобедренные связки, что бывает редко даже у уже утренированных спортсменов. Но об этом будут отдельные ролики, отдельные темы. Следующее, что хочется отработать, посмотреть – это становую тягу. Потому что после приседаний становая тяга – одно из лучших упражнений. На самом деле, приседания и становые тяги – это два лучших упражнения, какие только есть. По сути своей, грамотная становая тяга – это те же приседания. Единственное отличие, что штанга у вас находится в руках, а не на спине, на плечах. Вот практически единственное отличие. Всё то же самое. Необходимо делать в пятку. Необходимо держать все изгибы позвоночника, прогибы в естественной форме, в естественном положении. Следить за тем, чтобы не отклонять и не наклонять голову. Смотреть всегда перед собой. И следить за тем, как вы берёте и кладёте штангу на пол. Из пола, естественно. Что важно понимать, чтобы легче было сохранять технику движения? Важно понимать одно. Начинать движение нужно с увода таза назад, так же, как и в приседах. Но не думайте о том, чтобы оторвать штангу от пола. Представьте, что штанга приварена к полу. И вы, берясь за гриф, руками, пытаетесь ногами продавить пол. Так гораздо легче, особенно когда вес уже будет тяжёлым, солидным, сохранять правильную идеальную технику. И не забывайте, что идеальная техника для каждого индивидуальна. Конечно же, основные постулаты не остаются для всех одинаковыми. Но из-за того, что антромометрические характеристики, способности, возможности вашего тела у всех разные, ваше тело будет диктовать вам самую удобную амплитуду движения. И к этому необходимо прислушиваться. Если вы в становой тяге чувствуете, что вам мешают коленки при подъёме, ну, чаще это происходит при опускании, это говорит тоже о том, что вы недостаточно уводите таз назад, и о том, что наклон преобладает у вас над приседом. На самом деле, всё это должно происходить синхронно. Что касается приседаний и становых тяг, у меня очень много роликов и статей, пошагово, отдельно расписанных для каждой стадии движения. Новичкам, средничкам, и даже тем, кто считает себя продвинутым, настоятельно рекомендую ознакомиться с ними и проверить себя. Повторение, как говорится, мать учения. Лучше перестраховаться, чем потом получить травму и выбыть из тренировочного режима. Никогда, даже если вы работаете с тренером, во время движения не крутите головой. Я предупреждаю всех своих учеников об этом. Нужно слушать тренера, но ни в коем случае не поворачивать, не смотреть в его сторону. Этого делать не нужно, потому что можно серьезно травмироваться. А это нам с вами не нужно. Мы хотим не только улучшаться с точки зрения эстетики, но хотим сохранять, улучшать наше здоровье. Также, девчонки, не стоит бояться того, что приседы, становые тяги увеличат вашу талию. Поверьте, это невозможно. Чтобы это произошло, необходимо приседать действительно с очень серьезными тяжелыми весами на довольно-таки серьезное количество повторений. Большинству из вас это никогда не покорится. Многим даже на фармакологии. Поэтому смело тренируйтесь, выполняйте эти упражнения грамотно. Помните, что жиреем мы и животы наши выпячиваются, увеличиваются только от обжорства. Не забывайте выполнять вакуум. Сейчас вы видите, мы отрабатываем следующее наше упражнение начального уровня. Это румынскую тягу. Не путайте, как многие говорят, мертвая тяга. Мертвая тяга – это дедлифт, это становая тяга, которую мы с вами рассматривали с Юлей после приседа. А вот сейчас вы видите румынскую тягу. Когда коленки слегка согнуты, да, это еще иногда называют тягой на прямых ногах, но это неправильно. Ни в коем случае не выполняйте это упражнение полностью, выпрямив ноги. Вы сразу же резко переносите, усиливаете нагрузку именно на позвонки поясничного отдела позвоночника. Делать этого крайне никому не рекомендую. Старайтесь делать не столько наклон, а сколько увод таза назад. Даже если чуть-чуть будут слегка у вас отрываться носочки от пола, не страшно. Главное, правильно, сохранение всех изгибов, прогибов позвоночника и чувство острого растяжения бицепса бедра. Этого можно добиться именно за счет того, что мы уводим таз назад. Представьте, что вы хотите оттолкнуть кого-то, пробить попой стену в конце концов, а за счет этого получается наклон. Но ни в коем случае не делайте наклон, а потом уже ждите, что у вас таз уйдет назад. Вы не сможете при таком раскладе сохранять грамотную технику. Не старайтесь наклониться глубоко. Как вы видите, многие тренера советуют, становятся люди на подставке. Ни в коем случае этого не делайте. Обратите внимание, какую тягу бы вы ни делали, нужно подойти перед тем, как оторвать штангу от пола, вплотную касаясь штангой ног. Гриф должен касаться ваших ног на протяжении всего движения. Почему это делается? Если вы не до конца подойдете к грифу, то вы сядете, в основном это бывает ошибка у новичков, и будете ногами стремиться к грифу. Естественно, вес тела будет переходить на носки и будут травмироваться коленки. Нам с вами этого не нужно. Более детально, девчонки, повторяю, есть мои видеоролики, статьи на каждое движение отдельно. Юля молодец, что нашла время приехать, отдохнуть у океана, съездить к Мексиканскому заливу. И каждый день приходила ко мне на тренировку, мы где-то от 40 до полтора часа занимались с ней, я смотрел технику. И я уверен, что уехав себе домой в Колорадо, она будет грамотно продолжать тренироваться, потому что техника превыше всего. Все мы с вами это должны запомнить как аксиому, как теорему, как что хотите, как отче наш. Смотрите то же, что очень важно. Поднимать штангу для румынской тяги нужно как для становой тяги. То есть, начинаем движение и заканчиваем движение мы приседом. Ни в коем случае на выпрямленных ногах нельзя отрывать штангу от пола. Точно так же, как и класть ее обратно. Это сохранит наш позвоночник в поясничном отделе здоровым. Не будут предпосылки к травмам. Чтобы легче держать грудной отдел позвоночника прямым, естественным, необходимо просто свести лопатки. Естественно, что на протяжении всего движения у вас не будет получаться держать их, удерживать их вместе. Но само стремление делать это будет говорить о том, что вы будете сохранять технику движения, сохранять спинку правильно. Видите, Юля тоже часто поворачивает голову. Ну, потому что только мы начинаем. Она, видать, никогда не тренировалась еще с тренером вживую. И реагирует. Ни в коем случае не поворачивайте голову, не реагируйте на то, что говорит ваш тренер, именно так. Просто слушайте, впитывайте. А когда закончите упражнение, можно задавать вопросы, нужно задавать вопросы. Но ни в коем случае не в момент выполнения движения. Это очень-очень важно. Зарубите себе это, как говорится, на носу. Тогда будет вам счастье. Будет вам не только красивое тело, но и здоровье. Очень хорошее упражнение румынская тяга. При грамотном его выполнении вы будете прорабатывать не только бицепс бедра, но и ягодичную мышцу. Особенно в том месте, где бицепс бедра соединяется с ягодичной. Прорабатывая этот участок, а конкретно именно вот эта линия не прорабатывается, вы будете увеличивать отдачу от приседаний. А чтобы эта линия стала одной, видимой, это уже вопрос питания. Многие задают вопрос, как тренировать именно вот этот участок. Отдельно натренировать участок, который разделяет ягодичную мышцу от бицепса бедра, невозможно. Потому что это место соединения двух разных мышц. Но помните, что так же, как и видимость пресса, видимость разделения четкого, красивого, не бугорками, а одной линией ягодицы от бицепса бедра происходит только за счет нормализации, улучшения качества вашего питания. Следующее упражнение, которое очень хорошо прорабатывает ягодичные мышцы, особенно если делать его не быстро, с паузой вверху, и опускаясь, не расслаблять ягодичные мышцы, а растягивать их как резину, естественно, ягодичные мостики. Многие из вас видели, как Джанет делает это упражнение со штангой в 180 килограмм и паундов. Я сам был шокирован. Но действительно, это очень хорошее упражнение, не только для улучшения качества вашей ягодичной мышцы, но и для улучшения здоровья. Особенно это важно, опять-таки, для девушек. Делайте обязательно это упражнение, но только после того, естественно, как вы разучите делать грамотно технику приседа, когда научитесь делать мертвую тягу, она же становая, и когда будете уверены в том, что грамотно выполняете румынскую становую тягу. Ягодичные мостики. Очень полезное упражнение. Делать его можно как на силу в силовом режиме, на 8-10 повторений, так и на более многоповторный режим. Оба режима будут полезны, и нужно их чередовать будет от тренировки к тренировке. Что важно для ягодичного мостика? Важно, что когда вы поднимаетесь вверх, для чего вот нужна подставка, почему я степ подложил? Чтобы ваши плечи были на уровне коленей. Это будет гарантировать, что когда вы выпрямите таз вверх, ваша линия позвоночника тоже не будет переразгибаться, как о чём мы говорили во время выполнения экстензии спины. Это тоже очень важно. Не очень хорошо, если будет ниже, но ещё хуже, если будет выше. Поэтому сначала подготовьте место, попробуйте. Можно несколько раз делать это упражнение без дополнительного отягощения. И со временем, когда вы уже будете уверены в том, что делаете всё грамотно, естественно, добавлять отягощение. Без дополнительного отягощения что-либо изменить в плане увеличения не получится. Да, действительно, можно будет сделать более качественными ягодичные мышцы. Но то, что нужно большинству, увеличить ягодичную мышцу, к сожалению, не получится. Почему нужно глубоко приседать? И почему это важно для девочек? Потому что многим не нравится галифейн, многим не нравятся ягодичные мешки по бокам. Но нету, опять-таки говорю, упражнения, которое может это убрать специализированно. Кроме как глубоких приседаний. Потому что, когда вы глубоко приседаете, ягодичные мышцы укрепляются, поднимаются вверх и тянут за собой как раз-таки вот эти проблемные места. Девчонки, подойдите дома к зеркалу, когда будете в трусиках, возьмите руками свои ягодичные мышцы, встав перед зеркалом, и поднимите их вверх. Посмотрите, насколько изменятся вообще ваши ноги. Во всех участках. Встаньте прямо, встаньте боком, левым, правым. Поднимите ягодицы вверх руками. Видите, насколько меняется качество, насколько лучше становится внешний вид. Вот почему так важно глубоко приседать. Только этим упражнением можно действительно поднять ягодичные мышцы. Конечно же, тяжелые выпады тоже работают. Но это уже отдельное упражнение, которое необходимо будет делать, но не на начальном этапе. На начальном этапе вы все прекрасно знаете, что и как нужно делать. Также очень важно в конце каждой тренировки делать гиперэкстензии. Если у вас нет станка, можете делать его в станке для экстензий. Как вот вы видите, делают девчонки, просто встав в станок, развернувшись к нему лицом. На самом деле, вот эти станки, они универсальны. Они созданы для того, чтобы делать и экстензии, и гиперэкстензии. Но, к сожалению, в большинстве залов таких станков нет. Есть только сейчас облегченные варианты, когда экстензия спины под наклоном, под 45 градусов. На самом деле, очень много вопросов приходит по этому поводу. Вот вы видите, сейчас там внизу этот станок. Он легче, и поэтому фитнес-клубы чаще приобретают его. Он дешевле, и так как людям легче на нем работать, то бизнес идет лучше, как это ни странно. Проще давать людям то, что легче, чем объяснять необходимость того или иного упражнения. Обязательно и парням, и девушкам, и мужчинам, и женщинам делать гиперэкстензии. Это единственное упражнение, которое воздействует декомпрессионно. Это единственное упражнение, которое не только лечит ваш позвоночник, но и работает как профилактика. Вы будете практически на 100% застрахованы от получения травм. Если выполняете экстензии спины в начале тренинга, и если выполняете гиперэкстензии в конце тренинга. Надеюсь, вам был интересен данный ролик. В принципе, у тебя очень хорошая техника. Единственное, что чувствуется, конечно, что не работала с отягощениями, с железом, но это все придет, не стоит форсировать. Главная техника. Расскажи, может, немножко о себе, как тебе, в принципе, не обманули тебя, приехали, бесплатно потренировали, все нормально? Да, мне все очень понравилось. Я раньше никогда с Нисаней не работала. Вот эти три месяца я очень подсела, так сказать, на тренировки. И я вообще такой человек, что мне быстро все надоедает. Когда я начинаю что-то новое, но сал мне не надоедает, что... Не может не радовать. Что не может не радовать, да. Ну, это очень хорошо, потому что основная проблема как раз-таки основной массы людей в том, что именно работа с железом кажется скучной, и она утомляет быстро людей, центральной нервной системе утомляется, потому что как бы однотипное одно и то же. Но удивительно, что тебе не надоело, потому что после занятий именно фикнесом, где более разнообразные тренировки, здесь все-таки тренировки однотипные. Повторюсь. Я просто люблю, когда мышцы работают, я чувствую работу мышц, и когда я вижу результаты уже первые, то мне хочется делать все еще. А ты хочешь сказать, что у тебя за три месяца появились какие-то результаты? Ну, я вижу, да. Ну, это понятно, потому что все-таки ты не была растренированной девочкой, да, там не обжиралась никогда, и спортивное прошлое все равно дает на себе знать. Все равно мышцы были более-менее в тонусе. Но чтобы понимать, как именно ощущения, вот когда мышца растет, уплотняется, это именно только работа с железом, вы не получите ни от какой фитнес-нагрузки, говоря о аэробике, там, танцевальной аэробике, такой нагрузки, какой вы получите в тренажерном зале. Но что самое главное, если ноги еще как-то можно прорабатывать, приседаниями, да, без веса, то с руками, со спиной, с плечами особенно, это практически нереально. А как ты чувствуешь какие-то изменения именно в плане ощущения своего тела? Не внешний вид, а вот именно как ты себя чувствуешь? Потому что моя ученица Ульяна, ее видела, которую я тренирую вживую, она когда пришла, она вообще говорит, я не хочу накачиваться, не хочу ничего, ее муж привел на самом деле. Но через пару месяцев она захотела уже попу подкачать, потом она захотела уже и руки подкачать. И через три месяца она мне говорит, блин, я сейчас чувствую, что у меня есть мышцы. Она говорит, раньше такого никогда. Я говорю, хожу, вот сейчас прям, я чувствую, что у меня работают ноги, я присыгаю, я чувствую, что появились ягодичные мышцы. Да, я чувствую мышцы, однозначно. Ясно. Хочешь что-нибудь пожелать нашим подписчикам? Ведь это все будут смотреть на YouTube. Смотрите канал Егора, обязательно следуйте его советам, потому что они действительно работают. Спасибо. Ну ладно, друзья, всем пока. Как всегда, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я на все обязательно отвечу по возможности. И приезжайте к нам в гости, посмотрите в Флориду, потренируйтесь в одном из лучших залов Iron Religion. Кстати, зал тебе понравился? Да, зал классный. Много тренажеров, которых я не видела, не вернулась в конец зале. И это, конечно, расстраивает. Ну да, потому что зал делал человек, который как раз-таки в этой теме не бизнесмен. Я не люблю, когда люди говорят о себе в третьем лице. В общем, я делал этот зал, а я знаю, какие потребности у спортсмена, что нужно, какие тренажеры нужны, какие тренажеры просто лажа, скажем так. Этим, как бы, и отличаются, конечно, залы, которые те же сетевые LA, там у нас Gold Gym. Все равно люди закупаются просто в общей линейке тренажеров. И выставляются. Ну ладно, всем пока. Увидимся в следующий раз в тренажерном. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массой и силой без травм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова